Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобному Иоанну Маскину принадлежат такие слова, что человек, состоящий из души и тела, имеет духовную составляющую, которая должна господствовать, управлять телесной. Эта мысль Святаго Иоанна Маскина не является, собственно, оригинальной, она проистекает из самого Слова Божия. Душа – бессмертное начало в человеке. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит, но от этого сам факт не меняется и не исчезает. Душа бессмертная. Только верующие люди, зная об этом, стараются делать так, чтобы не повредить своей душе, земной жизни. А люди, не верующие в то, что есть душа, вечная душа, не задумываются об отношении к душе и вообще воспитанием своей души не занимаются. Их беспокоят другие, как им кажется, более важные вещи. Ну, как бы ни заблуждались люди в отношении того, что не существует человеческая душа и что она бессмертна, факт ее существования, как и факт бессмертия, подтверждается не только Словом Божиим, но и культурой человеческой, мировой культурой. Это отображается и в искусстве, а в истории это особенно было важным, потому что на основании понимания бессмертия человеческой души формулировались этические законы, формировалась этика человеческих отношений. Конечно, она опиралась, эта этика, в первую очередь, на Слове Божие, но ведь в Слове-то Божием утверждается факт бессмертия человеческой души. Вот, к сожалению, безбожные времена, которые вытеснили из сознания людей Бога, заменили веру Бога, верой в различные человеческие изобретения и философские учения, конечно, значительно вот эти новые и новейшие идеи, вытесняющие Бога из человеческого сознания, нанесли и наносят огромный ущерб человеческой душе, а через это и качество человеческой жизни. Иногда, узнавая новости из телевидения или из прессы, удивляешься тому, что происходит, насколько жестоко люди относятся друг к другу, как много несправедливости, как много всего того, что разрушает целостность человеческой жизни, обрекает людей на несчастье. И это несмотря на развитие науки, техники, гуманитарных знаний. Ну, что же происходит в самом деле? Неужели человек, достигший такой интеллектуальной высоты, как сейчас, не может через науку и технику и знания так отрегулировать человеческие отношения, чтобы ушли из этих отношений? Злоба, неприязнь, зависть. Не говоря уже о конфликтах межличностных, семейных, межгосударственных. Развивается человеческая мысль, в том числе и политические доктрины, а войны не исчезают и становятся еще более шесточенными. Ну, где же человеческий разум? Где чувство самосохранения? Ну, где, как бы, благоприобретенная за счет так называемого прогресса способность человека управлять своим поведением и поведением общества и государства? То, что происходит в мире, свидетельствует о том, что у человека нет такой силы. Ведь существовало множество различных философских идей, различного рода учений, которые, как бы, вооружали людей знаниями, как нужно себя вести, в том числе и в случае конфликта. Но ведь мало что помогло. Конфликты 20 века страшнее конфликтов века 19. И такое впечатление, что конфликтный потенциал современного общества возрастает и никак не уменьшается. как и жестокость, несмотря на все эти гуманистические идеи и как бы гуманистическое воспитание современного человека, ведь никак не понижает свой градус. Отчего это происходит? А происходит это от того, что зло – это онтологическое начало, которое существует вне зависимости от человеческой воли, которое персонифицируется в темной дьявольской силе. Это реальность. Реальность, которая воздействует на сознание людей и которая в случае подчинения людей этой силе способна управлять и общественными, и политическими процессами. Те, кто отрицает то, о чем мы сейчас говорим, ну, я бы так просто сказал, глубоко ошибаются. Потому что, игнорируя вот этот факт существования онкологического зла, человек себя безоруживает. И это доказывает, доказывается еще раз тем, что несмотря на развитие гуманитарных и технических наук и всего прочего, ни зло не сокращается, ни конфликты не уменьшаются, но, как я уже сказал, становятся еще более хищренными и более кровопролитными, более злыми, более отчаянными. Несмотря на весь реальный научный и технический прогресс, свидетелями которого мы являемся. Так в чем же дело? А дело в том, что человек, состоящий из тела и души, забывает сегодня о том, что душа есть реальность. Не миф. Такая же реальность, как тело. А покуда люди теряют представление о душе и не верят в ее существование, то ведь сужается горизонт видения. Все оборачивается в сторону жизни тела, плоти. И все силы направляются на то, чтобы эта плотская жизнь благоденствовала. и как бы на периферии общественной мысли сознания и личного мнения многих людей, все то, о чем мы говорим, действительно уходит как бы на задний план. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы видим нарастание зла в мире. Мы видим, как осложняются конфликты межличностные, семейные, конфликты между государствами. И что же при всем развитии науки, техники, философии, никак нельзя справиться с этим реальным нравственным ретрессом. Тем более, что ведь создаются законы достаточно гуманные, развиваются гуманистические направления философии в общественном сознании. Нет. Не справляется вся эта мудрость с человеческим безбожением. Не справляется. И грех, покуда его остановить невозможно, имеет ведь склонность к тому, чтобы расширять свое пространство своего влияния. И мы можем наблюдать, как в определенных сферах общественной жизни это пространство расширяется. Нередко власть, та самая власть, которая несет по Божьему установлению ответственность за жизнь людей, у которой меч при бедре, как говорит Священное Писание, обязаны как бы влиять, ограничивать зло. И это совершается через правоохранительную работу и прочее. И тем не менее зло-то не исчезает, и конфликтов не становится меньше, как на уровне личности, общества, государств, международных отношений. вот о чем все это свидетельствует. Свидетельствует о том, что зло реальность. Чем больше мы это онкологическое зло, именуемое дьяволом, отвергаем, тем больше у дьявола пространства для воздействия на род человеческий. И, видимо, человеческая история и род человеческий будет существовать до тех пор, пока количество мирового зла не превысит общее добро в масштабах всей человеческой цивилизации. И если мы говорим об конце света, отталкиваясь от апокалипсиса апостола Иоанна Богослова, то мы должны иметь в виду, что конец света это и есть тотальное господство зла, потому что зло не жизнеспособно. И какими бы средствами продление жизни, укрепление здоровья, установление международного мира человечеству не обладало, возрастание зла все может обернуть в прах и пепел, что и произойдет в конце человеческой истории. Вот памятуя обо всем этом, мы должны помнить, что ведь борьба-то со злом, то есть борьба за жизнь, за будущее рода человеческого, для каждого из нас в первую очередь осуществляется в рамках нашей личной жизни. Церковь призывает жить по заповедям людей, призывает их к тому, чтобы не делали зла, делали добро, и это слово церкви в первую очередь обращается к личности человека. Кто-то это принимает, а кто-то отвергает. Но может быть более чувствительными люди могут стать к этому слову церкви, к слову Божьему в общем-то, потому что церковь не говорит свои слова, она просто транслирует Божье слово, сопровождая это соответствующими комментариями. Так может быть больше будет доверие к Божьему слову, в котором в том числе и говорится о конце человеческой цивилизации. То есть значит о том времени, когда зло настолько восторжествует, что человеческая общество в мировом масштабе потеряет способность к жизни и существованию. Вот иногда критикуя религиозное сознание, да и что говорить церковь критикуя, люди говорят, вы там все о душе, о душе, вы о жизни подумайте, что вы там призываете, особенно так марксисты любили говорить, что вы вводите человека в какие-то там загробные эсхатологические перспективы. Здесь надо устроять жизнь. Здесь нужно бороться за человеческое счастье. Правильно. Только бороться за человеческое счастье нужно так, чтобы это счастье реально сопровождалось духовным прогрессом личности и человеческого общества. А когда мы изгоняем Бога из нашей жизни, то тогда снимается и тема вот этого совершенствования человека и общества. Потому что Господь положил законы человеческой жизни, исполняя которые только и может быть прогресс личности, а значит и человеческого общества. Иногда нас обвиняют, ну вы ретрограды, в прошлом живете, вообще-то стал реликим. А на самом деле, а кто кроме церкви так думает о будущем? Кто кроме церкви говорит о том, что может привести к личной, семейной или вселенской катастрофе человека? Только церковь говорит, что такой силой является грех, который распространяется, поглощает, впитывает себя и личности, и общества, и государственные, надгосударственные структуры и так далее. Но в основе это всего грех, тот самый, который пришел в мир через грехопадение первых людей. Поэтому наше с вами служение, наше с вами проповедь, наше с вами молитва, это ведь не только о своем спасении, это спасение, о спасении мира. и очень важно, чтобы каждый православный христианин понимал, что живя по закону Божьему, он не только душу свою спасает, но он и влияет совершенно определенным образом, или должен влиять, по крайней мере, на жизнь других людей. А наша общая задача через добрую христианскую жизнь распространять вокруг себя веру в то, что, живя по Божьему закону, люди не только действительно могут быть счастливыми, но они могут иметь надежду на жизнь и не только будущего века, но на жизнь рода человечества. Потому что только грех способен разрушить жизнь на нашей планете. Вот дай Бог, чтобы наша вера, ну, живем ведь в особое время, 21 век, люди стали другими, философия стала другой, наука, техника, все развивается. Как важно, чтобы в этих условиях абсолютно такого отличного от прошлого бытия общества и человека, как важно, чтобы люди, верующие люди находили сильную мотивацию того, чтобы сохранять свою веру. А церковь и духовенство особенно находили мотивацию в том, чтобы проповедовать Слово Божие, но так, чтобы это задевало человеческие души. Чтобы люди понимали, что это проповедь о жизни и не только жизни будущего века, хотя в первую очередь об этом, о жизни здесь, на земле, о человеческом счастье, о благополучии, о способности рода человеческого сохранить жизнь. Вот в этом виситя церковь. И она действительно превышает всякие политические границы, национальные границы. церковь должна провозглашать эту Божью правду о мире, о человеке, говорить о том, что именно грех самая страшная опасность для личности, для общества, для государства и для всей планеты. А мы, как церковь, должны сознавать ответственность из-за каждого верующего человека, из-за самих себя, если говорить о духовенстве, но осознавать и глобальную ответственность молиться и трудиться для того, чтобы зло не распространялось в первую очередь в нашей стране, среди нашего народа. И чтобы, может быть, Отечество наше, отмеченное, конечно, особой историей, особым путем своим, было бы способно духовно влиять и на все то, что в мире происходит. Сегодня, благодаря изменению отношений между церковью и государством, у нас действительно появляются большие возможности. У церкви появляются такие возможности. Говорить так громко, чтобы слышали нас и люди малорелигиозные и совсем нерелигиозные, и даже, чтобы слышали нас далеко за пределами нашего Отечества. Не нужно игнорировать игнорировать или не принимать во внимание вот эту особую миссию церкви, в том числе и нашей церкви, спасения человека и человеческих обществ. Наша традиционная мистика, традиционная аскетика была сфокусирована на личности. Ну и это правильно, но через опыт личной жизни во Христе мы можем и должны распространять свет Христов вокруг себя и молиться не только о себе, но о стране нашей, о народе нашем, а у кого хватает сил вообще о всем Божьем творении, чтобы Господь снизошел в том числе и к слабостям и грехам наших и даровал миру миру жизнь, дал всем нам возможность, сохраняя в сердце веру и надежду на спасение, таким образом осуществлять свое призвание христианское, чтобы не только душа наша получила оправдание на суде страшном, но чтобы и мир уверовал. И да поможет нам Господь именно так, а не иначе, осуществлять свое христианское призвание. Аминь! Всех вас сердечно приветствую с этим святым днем. субтитры Продолжение следует...